здорово на этом канале я вам говорил пару раз о том как можно купить гитары то есть как можно их купить там новыми можно купить бушными ну и понятно там одна категория которая говорил это как можно урвать гитары считай практически за бесплатно но это не так в основном только могут попасться вот на гаражных распродажах когда кто-то продает гитару там допустим продают ласпол они не знают вообще что это электрогитара и сколько стоит они 200 баксов забирают а там ласпол американский такие есть слухи многие формах такое пишут но такое происходит редко меня такое было даже на этом на этом канале я вам делал видео о том как я поехал и купил на распродаже на вот этой ну там не гаражная была распродажа так называемая стей цель то есть распродажа всего что находится в доме просто кто-то уехал и оставляет все начиная жизнь заново там вот я купил фендер джаз бас помимо того что мы купили до дома там полочки всякие там шкафы это стулья столы но это все видео вы можете посмотреть как я вот купил этот джаз бас с усилком бюджетному ссылку правда но я купил по цене от именно этого бюджетного усилка то есть американский фендер джаз бас попался мне так сказать прицепом к данному бюджетному усилку также в этом видео я вам говорю что иногда можно купить что-то в комиссионках то есть комиссионки заходишь и в комиссионки висят обычно но это это такая особая категория гитар это это дебошные гитары как всегда самые дешевые там самая дешевая корея самый дешевый китай не фейковый китай вот именно там китайские пифоны там и так далее самые причем дешевые самыми ржавыми струнами самыми там изношенными машинками и так далее то есть это вот но есть есть даже такая вот маленький такой сегмент любителей гитар кто покупает именно таки пан шапки тары по-моему даже одна модель называлась пан шап ну так для прикола просто что они покупают эти гитары там и пытаются из них сделать там особые какие-то там даже даже играть там на них как-то в группах куртка бэйн кстати вот все гитары которую покупал там до фендеров и так далее вот многие их почти чуть ли не называли вот эти пан шап гитар так вот некоторых своих видео я ходил этот магазин и показывал вам как можно купить хорошую гитару по хорошей цене новую или пушную там понятно старговаться но там вот не было такого что я прям вот по такой цене что она просто срывала башню нафиг вот брал в магазине но вот один день я пришел туда магазин приехал я в 10 45 магазин был закрытый потому что он открывается в 11 часов а вот эта комиссионка в которой кстати уже ходил пару раз она была сразу через дорогу и вот пришел я в эту комиссионку в первый раз еще до этого я пришел первый раз купил же там вот этот м2 лес пол или как он м2 melody maker гибсон вы знаете я делал видео видео на него самым дешевым гибсоне также этом купил брызги психа крэймер тоже очень отличная гитара по по деньгам но она просто и продавалась дешевая с самого начала то есть комиссионки там не было не было так сказать вот такой скидки что они не знали что они продавали там они продавали именно по цене по которой эта гитара должна продаваться просто гитара сама по себе это одна из самых лучших вот гитар по тем деньгам по которым их продавал тогда гибсон или крэймер как хотите ну и в тот день я как раз видел чарвел он висел но но я так посмотрел там что-то цена у него была 400 баксов там куча на ней было вот этих наклеек ценовых там она с 550 опускалась короче там три на разных и он так причем просто на гитару прямо так вот их лепил струны ржавые понятно я такой ну я еще в них не понимаю ничего в этих червелах когда-то у меня были червелы но у меня в основном были sandimas червелы потому что вы знаете если кто смотрите канал я всегда искал себе гитару которая была бы как стратокастер но только шредером то есть для металла я остановился на джексон и адриане смитин но до этого у меня были мексиканские и японские sandimas и отличные гитары а так у меня была модель 1 со скалопированная которую я собирал то есть мне там попался грифы дека с модели 1 червел я их там собрал скалопированная такая была совсем на любителя гитара она мне не нравилась она у меня долго не засиделась такой конструктор короче был и была у меня модель 6 но тоже недолго она у меня была просто нам как-то не тогда джексон это вот как раз на период там джексон и у меня были джексон и просто мне как-то больше нравились чем чарвел я был вы знаете как фанаты червел и фанаты джексон они могут как-то стоять по разные лагеря хотя большинство людей они в основном фанаты обоих то есть у них коллекции будет и червел и джексон но вот есть такие люди которые разделяются я вот был скорее всего в этом в клубе от этих джексонов которые как-то хейтили немножко червел хотя это это считается одно и то же может червел и джексон это так как кузены или 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 даже можно сказать близнецы гитары ну так вот зашел в комиссионку магазин был закрытый захожу и у него лежит и бонес джо сатриани 1000 без кофра без документов а джейс 1000 там вот именно куча такая документов идет которая интересна да так просто гитара и цена у нее была вот прям как побыл у ушного джейс ты сейчас со всеми с документами там с кафром я сразу такой мексиканец был хороший за 650 баксов не 600 баксов то есть нормальный там был мексиканец американец был по моему стандарт за 1200 или за 1100 у него продавал но такая цена завышена потому что свой блэки сейчас за 1100 не могу продать а там я бы такой не брал и потом же я вот смотрю там висели там даже по-моему американский пиви был за 200 баксов но он такой но вот именно как я описал гитары из паншапа и причем не заглянул по интернету быстро там они по моему стоят 250 300 баксов вот так вот даже в более хорошем состоянии короче это панша или комиссионка я думаю ладно давай мне посмотрели это червел смотрел на него смотрел 325 не 375 баксов у него было написано и рядовой мне за 325 баксов на ритлана 325 баксов плюс налоги давай за 325 баксов без налогов так вот эти создать 325 баксов и ухожу он что-то стоялся говорит то забирай ритм у меня уже хрен знает сколько времени висит они видно было она вся была залапанная грязная струны ржавые но когда ее взял что именно меня вот я не понимал вообще что я держу что я увидел это я даже не знал что вот это вот logo которая написана как говорится зубной пастой это что-то имеет я вам сейчас расскажу что это какое значение это имеет но я увидел серийный номер который начинается с c c905 200 и так далее он написан на последнем ладу а я знаю что на последнем ладу на гитарах типа джексон и червелл только на более-менее нормальных гитарах они ставят такой выдавленный на последнем ладу то есть на джексонах он стоит на чарвеллах 90-х вот годов такое было и думаешь надо взять все лиги посмотреть взял я эту гитару только из-за вот этого там пока пока стерли мы эти вот наклейки ценники которых было штуки 3 висела на дек он прям полепил он принес даже нам специальное средство для вот это что почистить так ли очистилась все нормально я принес домой сразу срезал струны выкинул потому что там сильно ржавые струны были рассказал вам о гитаре тогда же я отчет по походу магазин вам сделал и и поставил и поставил я ее так не трогал поменял струны почистил накладку все поиграл отличная гитара думаю думаю сейчас дойдут руки надо будет как-нибудь посмотреть что это и пытался смотреть что это так не мог найти где-то посмотрел день посмотрел другой думает а ладно может может какой-то и вправду кореец непонятный или китаец китайские червелы я абсолютно не знаю почему я как-то вот сомневался потому что я абсолютно не знаю как там различить китайский червел это другого то есть у я я в червелах не ну ну можно так сказать бык но все-таки вчера я сел положил и начал выбивать в google и все что я вижу на гитаре понятно сразу я вот это вот логот зубной пастой которая нарисована я это сразу вбил и первое что начало выходить это японской то есть в японские гитары конца восьмидесятых начала диагностях у всех было такое лого думаю вот это это уже это я уже в хорошем в правильном направлении двигаюсь теперь надо вычислить какая-то модель начал я уже что я только не забивал даты и забивал понятно накладка из палисандра накладка из палисандра перевернутые шарки из ну то есть плавники акулы писал там чё там я еще писал писал даже что это струны и шли через деку короче писал что flame maple top то есть клёновый топ и вот когда клёновый топ там что-то начало выскакивать и намеки такие что мол типа ну там разные разные что мы выскакивали этих червелов целая куча даже японские червел это мне не разберешься там а вот flame maple top когда я забил и написал струны через деку вот одна фотография выскочила которая была как бы как вот это там их три штуки на диване стояла и похоже 1 красного точно как эта гитара но я так ее не откроешь потому что фото баки там надо короче свой кант создавать они так просто фотографии уже не дают посмотреть но когда они вот только такой превьюхой там можно было как-то я на эту превьюху смотрел думаю там написано моя коллекция червела в 750 xl я думаю так 750 xl начал забивать червел 750 xl и начали выходить вот так похожие на эти гитары но с флойдом думаю с флойдом это ж не то но похоже да и потом начал читать и у меня было открыто на на экране так два браузера открыл справа вот это google а слева я чудо смотрел на ютюбе думаю давай в ютюбе забью забил короче я червел 750 xl и первое же видео это какой-то чувак рассказывает минут шесть видео точно вот все что нужно знать про червел 750 xl и там фотографии вот чуть ли не вот этой гитары и он все это рассказывает я вам сейчас расскажу что это за гитара так сказать сделаю обзор после такого длинного длинного прелюдия такого так вот червел 750 xl это понятно японская гитара с вот этим вот логотипом написанным зубной пастой то есть он такой большой большой логотип и и написанный как бы зубной пастой это голова джексона понятно джексон червел это братья-близнецы и здесь это все все четко четко видно по голове идут потом джексоновские тут написано джексон колки колки джексона я уже давно знал и у меня были даже когда гитары 80 джексоны они они портятся они ломаются то есть они недолговечны есть колки которые держатся дольше есть колки которые держатся меньше колки джексона на ближе вот этой категории которые держатся меньше это хорошие колки они работают пока они работают но у них есть такая вот свойство разваливаться и тут один уже начал то есть Вот шайбы на вот этом нет, я его закрепил, он все работает, все отлично, но шайбы этой нет, потому что если поставишь шайбу, там уже резьба не цепляет, когда вставляешь вот эту втулку в колодец, которая идет поверх самого колка. Здесь эти колки нужно было поменять. Ну, опять же, это гитара, которой 30 лет, и колки, которые все время крутятся, когда их все время тянут струны, это тот единственный механизм, которым я не придираюсь, если колки выходят из строя. Потому что какой-то механизм, который всегда двигается, который нужно крутить, у него существует свое какое-то время износа, и я думаю, колки здесь это вполне обоснованно, что скорее всего их нужно заменить. Порожек идет, пластмассовый черный порожек, я не помню точно, какие стояли на Джексона, но здесь он четко стоит, здесь нет никаких, что он там сдвигается, или как-то неровно вырезаны здесь пазы под струны, это отличный порожек. Он мне даже напоминает немножко, как вот из чего делают PRS порожки, а может даже хочется сказать, что это какой-то костяной покрашенный, но понятно, что это нет, это скорее всего какой-то сплав, но отлично порожек, здесь я не могу придраться. Вокруг порожка идут уже трещинки в ладу, и это просто гитара показывает свой возраст, потому что 30 лет гитары, дерево, оно может, оно имеет такие свойства сужаться, расширяться, видоизменяться. Лак, он если застыл, он застыл так, как застыл, поэтому любое движение дерева под лаком, если это что-то такое более-менее серьезное, то есть переход из какого-то климатического пояса, дерево видоизменилось, лак треснул, то есть найти гитару, которая 30 лет и больше покрыта вот этим толстым слоем лаком, как покрыты гитары типа такой, я думаю, это практически невозможно сейчас, если только гитара в каких-то очень таких условиях не хранится. Дальше идет гриф, отличнейший гриф, мне кажется, что он даже немножко тоньше, чем Jackson SL2H, который у меня был вообще солоист на Jackson, но примерно такое же чувство, тонкий гриф, после даже вот этих вот ибанезов на нем играть, очень-очень интересно, я этот гриф могу только похвалить. Он тонкий, широковатый, но отличный гриф, окантовка вокруг грифа идет, Джексоновская, чисто вот как на Джексонах, на американских Джексонах, если вы знаете, о чем я говорю, то есть видно какие-то вот у них поры, такие продолговатые, ну или слоеный такой, это вот чисто такие стоят на американских Джексонах, и те, кто знает американские Джексоны, они знают, что я имею ввиду. Лады идут такие же, как у Джексона, то есть дебильный козырек здесь присутствует, но он здесь не выпирает, струна под него сейчас не попадает, но я вижу, что есть потенциал, что вот эта струна может застрять между порожком и накладкой, и это чисто вот по-Джексоновски сделано. Кстати, я хочу оговориться, что существует такой даже теория заговора, что эти детары выпускались 750XL всего полтора года, из-за того, что они были настолько хороши, что Джексон им сказал, ну так же, как и позже он сказал на Джексон Профессионал японские, что не выпускайте их больше, потому что они уже подходят по качеству под американские Джексоны, и они чуть ли не как становятся такими же самыми, но стоят они намного дешевле, поэтому люди их покупают, они покупают американские Джексоны. Я бы так не сказал, но я могу понять, откуда пошла вот эта теория заговора, я прочитал про эти 750XL, что эта гитара, она сделана очень-очень качественно. Накладка здесь, понятно, идёт не как на американских Джексонах, то есть не Ebony, а идёт Палисандра накладка, здесь идёт перламутровая инкрустация, это перевёрнутые шарки или акулии плавники, отлично, отлично выполненный гриф, я ничему не могу придраться, Но, почему здесь есть Палисандр, я вам скажу, почему, мне кажется, Палисандр здесь имеет больше смысла, чем... Ну и понятно, имеет это смысл тогда, когда вы узнаёте прозвище этой гитары, прозвище этой гитары убийца Лес Полов или Лес Пол Киллер. А названа она убийца Лес Полов, потому что мензуры у этих гитар 24,34, как у Гибсона, накладка здесь палисандровая, махагоновая дека толстая, с толстым куском клёна, причём фигурным топом, волнистый клён. Толщина у этих гитар примерно одинаковая, только единственное, что на этой гитаре есть вырез под пузо и она сделана удобнее в виде страта. Тогда вот именно вот этот аспект очень сильно заинтересовал людей, это, понятно, конец 80-х, то есть такой стратокастер, но мензура, это вот до фьюжина. Потом пошли фьюжины, но фьюжины они уже были тоньше, деки и так далее. Это вот единственная такая гитара тогда была сделана, которая полностью формула Лес Пола, переделанная вот такого вот супер-шреддера. И многие из них именно шреддеры были, потому что на них стояли Floyd Rose машинки. Но мы идём дальше. Палисандр, вклеенный гриф, убийца Лес Пола, понятно здесь формула Лес Пола, толстый-толстый кусок махагона. Гриф идёт, правда, кленовый, здесь он видно, что махагоновая дека и вклеенный кленовый гриф. Говорят, что на чёрных, на чёрных 750 XL, или у которых, которые покрашены вот таким, однотонно покрашены, красные, чёрные и так далее, на которых не видно сквозь лак и сквозь краску дерева, на них могла стоять дека с ольхи. Ольха с кленовым топом, но там они все были в основном с машинками, и на них не было вот этого фигурного топа, то есть такой вот он выпирающий, с пусцом был, просто плоский. Даже кто-то снимал с них краску и показывал, что да, дерево, оно именно такое светлое, как ольха. Здесь, понятно, чётко видно махагон, чётко видно клен, чётко видно палисандр, чётко видно именно форму Лес Пола. Топ здесь стоит не такой толстый, как на Лес Полах, но всё равно он стоит толстый, особенно если учитывать вот этот вот фигурность, или холмик посередине. Эта гитара и весит именно так, как должен весить Лес Пол, то есть она примерно одинакового веса с Лес Полом, один из таких более-менее тяжёлых шреддеров, которые у меня были. Электроника. Электроника здесь изначально и шли звукосниматели, на которых ставили пластмассовые крышечки Jackson. Я не доставал эти звукосниматели, мне кажется, они вот именно такие есть, просто с них уже со временем отпали вот эти вот пластмассовые крышечки с надписью Jackson. Как я говорил, эта гитара была не в самом лучшем состоянии, даже, наверное, до того, как её принесли в комиссионку. Я бы поменял здесь звукосниматели, звукосниматели Jackson никогда мне не нравились, я всегда их менял. Когда у меня были 80-е, Jackson и Dinky у меня была, я всегда менял эти звукосниматели, и сюда поставить какой-нибудь, даже Seymour Duncan, JB50 нам и так далее, это была бы отличная гитара. И здесь просится, вот когда я на ней играю, здесь просится-отпросится другой звукосниматель. Но это для меня звук у неё, кстати, вы послушаете сегодня звук у неё, он хороший, отличный звук, но есть немножко яда добавляется, особенно на дисторшне. То есть, такой же яд добавляется на Les Paul, но у Les Paul стоят другие звукосниматели, и когда включаешь дисторшн, причём хороший дисторшн, вы чувствуете, ну, яд, я его называю ядом. То есть, резкость такая, кусачесть появляется, но она не такая вот кусачесть, как, допустим, на ESP, которые именно сделаны для такой кусачести. Это особый, это особый звук, и здесь он, конечно, есть, не такой, как на Les Paul, есть тут свой особый звук, если, скорее всего, считаю, что здесь свой особый звук, это именно вот эти звукосниматели, и этот особый звук мне не сильно нравится. Идём дальше, стоит обычный Bridge, обычный Tone Pro, или как он называется здесь, ну, примерно такой же, и струны идут через, сквозь деку, что кому-то очень сильно нравится, людям, типа Дэйва Мустейна. Для меня это, ну, не сильно важно, через деку они идут, или они прикреплены через вот этот Tone Pro Stop Tail, лучше всего, конечно, для меня это Floyd Rose, но это, это отличная конструкция, и некоторым именно нравится, потому что они думают, что сустейна здесь больше, и я понимаю, откуда идут такие мысли. Здесь стоит 5-позиционный переключатель, то есть, вместо того, что как на других гитарах стоят push-pull на ручках, здесь он 5-позиционный, как на страте, и работает так же, как когда есть отсечки через ручку, он отсекается, катушки здесь отсекаются вот этим переключателем. Ну, а теперь давайте послушаем эту гитару, чтобы через YouTube вы приблизительно поняли, как звучит вот этот Charvel, так называемый Les Paul Killer, или убийца Les Paulов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая вот гитара. Взял я эту гитару за 325 долларов. Не знаю абсолютно, что это была за гитара. Вчера я узнал, что это ценная гитара. Она очень ценится у любителей Чарвелл, у любителей Джексон и так далее. Эти гитары были редкие. Всего они выпускались полтора года. И вот именно такая вот формула, убийца Лес Пола и качество этих гитар. Опять же вот та теория, что эти гитары чуть ли не подходили по качеству под Джексон. Это все придает этой гитаре ценности. Это все придает этой гитаре такой ауры. И эта аура, конечно, влияет на людей, кто знает эту гитару. Когда я не знал, что это за гитара, и этой ауры я абсолютно не чувствовал, я все-таки, когда даже взял ее с этими пошарпанными ржавыми струнами в ужасном состоянии, я все-таки ее когда взял, я сразу понял, что я беру именно не такую гитару с комиссионки, которую я обычно видел, а что-то в ней было особенное. И я угадал. Такие гитары, они сейчас до 1500. Я видел, продаются на Ревербе. Я даже видел гитары за 700 долларов, которые были полностью, полностью с них была снята вся электроника. С них вся фурнитура, с нее была полностью снята краска. И все равно продавалась она за 700 долларов. И человек так и писал, вам повезло. У вас есть шанс купить себе отличнейшую гитару. как рабочий проект. То есть, вы можете ее под себя сделать, но стоило на 700 долларов. То есть, это, я считаю, второй раз. Второй раз за время этого канала. Это так мне повезло. И первый раз, я думаю, мне повезло именно в комиссионке. В комиссионке, что я все-таки пришел и не ушел из комиссионки с таким отвращением к тому, что я увидел. То есть, переоцененные, абсолютно трэшовые какие-то днищинские гитары. Вот именно, что человек этот, кто продавал, он не знал, что он продает. Он видно ее. Я знаю, что он ее купил по дешевке, скорее всего. Она у него долго лежала, потому что он не знал, что это за гитара. Не мог нормально описать ее, составить ценник такой, чтобы люди могли прийти и хотя бы погуглить, что это было. Он ее просто продавал, как азиатский чарвелл. Но я увидел вот этот серийный номер, который начинается с С. С – это первая буква фабрики в Японии. Я не знаю, но она особая. Я сюда, может, напишу, как эта фабрика называется. Но вот это С, С90905 и так далее. То есть, это гитара 89-го года. Она немножко, немножко покоцана. Это 30-летняя гитара. А тем более, эти гитары – это были рабочие лошадки музыкантов, особенно музыкантов, которые играли металл и рок и так далее. Это гитары, которые, ну, не сильно, не сильно, там, как вот сейчас, допустим, PRS или Naxx или еще какие-нибудь бутиковые гитары, с которыми нянчатся вот так вот все. Это гитары, которые именно были для работы созданы. Эти гитары – это гитары XL. 750 XL, они продавались по 1399 долларов новые. Это коллекционная гитара. Эту гитару у меня уже покупают. То есть, повезло кому-то. И эта гитара не просто интересный пример того, что делали Чарвелл и Джексон и так далее в конце 90-х. Эта гитара также еще и мотиватор для меня все-таки захаживать в комиссионки и все, и посматривать время от времени, посматривать, что там происходит. Ну, а вам, как всегда, огромное спасибо. Огромное спасибо друзьям, каналам, первым делом, кто досматривает до вот этого момента. Огромное спасибо всем вам, кто участвует в жизни канала, поставив лайк, написав комментарий. Спасибо, что смотрите канал «Гитарная история». Он существует только потому, что вы это делаете. Огромное спасибо вам всем, кто покупает комплектующие на свои гитары на струнке.ру с моим промокодом «Гитарная история». Вам 7% скидка, мне какие-то плюхи. Огромнейшее спасибо патронам. Ну и понятно, огромное спасибо вам всем. До следующего видео. На канале «Гитарная история» только интересной гитары. До встречи. 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 Продолжение следует...